Ты зачем-то явно тут следишь, Максон, пристально и с большим интересом. Что планируете дальше? Здарова, народ! Вы на канале Дювплей, и мы продолжаем проходить молодые сердца. А если вы хотите, чтобы видео продолжали выходить, ну так подпишитесь на канал и погнали! А она вышла к нам из собственной вотчины, собственного детища, того самого антикафе и одним только улыбающимся взглядом. Припечатала всех и каждого перед ней стоящего к месту. Я невольно нервно сглотнул. На секунду подумалось, что она была ростом почти самого сакрального. Но это не было преувеличением. Уверен, она была на полголовы выше рыжего. Никакого представления не требовалось. Боже, что-то такое страшное. Перед нами сияла своим величественным... Своим величеством владелица антикафе. Былой работодатель черных сердец, старшая сестра льва, Кира Богова. Доброй ночи и с Новым Годом, мои дорогие! Кира! Боже, какая она мерзкая. Разрушила атмосферу почти что явление Христа народу Полина, которая выскочила вперед и на полном ходу прыгнула Кире на шею. Гигантская леди почти не шелохнулась от удара, только прикрыла глаза. Кивнула ей по-матерински мягко и тепло обняла малышку Поли в ответ. Парни, скажите кто-нибудь, что не у меня одного в животе похолодело? О, рыжий мерзкий! Да, кто бы говорил, будто бы ты от такой мамочки отказалась бы! Боже, да что ты несешь? А ну, цыц! А ну, цыц! Шикнул я на обоях. Тем временем Полина и Кира на крыльце наконец закончили свое теплое приветствие. И широким жестом хозяйка пригласила всех вернуться в зал. Не слишком заскучали в мое отсутствие? Улыбаясь, Кира по очереди кивком приветствовала всех лично. Начиная со своих. Богова Катрина Ева. Катя с довольной ухмылкой кивала ей в ответ. А ЭЦД после приветствия потупила взгляд. Считали секунду. Но и без тебя, к счастью, нашли занятия по душе. Старая добрая мафия. Отличный выбор для разминки на эту ночь, спешу заметить. Несмотря на первые несколько минут внешней невозмутимости, сейчас же она звонко рассмеялась, отчего мне, да и думаю, не только мне, стало на секунду не по себе. Отлично, что все... Что все дождались. Приятно видеть такой достойный общий сбор основного состава и... Погодите, погодите, проверка памяти, дайте-ка я всех вспомню. Вероника, милая, давно не виделись. Здравствуй, Кира. И правда уже не вспомня, когда последний раз говорили друг другу привет. Выглядишь просто роскошно. Спасибо, золотце, ты тоже сегодня прекрасна. Сильно подросла со времен Неверов. Так, твоя милая подружка Аня, верно? Добрый вечер. Добрый. Рада знакомству. Ну, группу Тополина я уж точно не перепутаю, да парни. Скана вместе с ним Ай и Галекс. Боже, уже язык заплетается. Алексей, значит, Алекс, а второй, соответственно, Гай. Ай. Для такой женщины могу быть кем угодно, хоть папой римским. Будем считать, что я пыльщина. Тогда, стало быть, вы молодой человек. Ее властный перст указал в мою сторону. Максим, верно? Он самый. Рад встрече. Ну вот и отлично, я теперь всех точно знаю. Ну что, давайте-ка соберемся за столом для начала. Сразу с места в карьер не будем, но... Есть, чем немного подкрепить разговор. С этими словами она со всего размаху водрузила на стол большую, початую черную бутылку такой формы, словно та была реквизитом бутылярома в спектакле про пиратов. Ой-ой. Как быстро события развиваются. Кажется, если... Полина Зайку, угощайся. Боже, Кира, ты же знаешь, мне до сих пор еще восемнадцати нет. Знаю-знаю. Она всегда отвечает одно и то же. Я и не собираюсь ее всерьез угощать. Меня просто неизменно умиляет ее реакция. Оно того стоит. Ну-ня-а. Ух ты, блин. Ну, кажется, Кира, правда, в хорошем настроении. Так что ничего серьезного не предвидится. Ну, до серьезного мы еще не дошли, но не торопи события, Эйева. Все обязательно будет. Ну, а надеюсь, это еще одна шутка ради получения милой реакции. Кира и Катрин едва заметно переглянулись. Ну что же, девочки и мальчики. Развлечемся немножко в честь нового года. Я бы с удовольствием тряхнула стариной в мафию, как минимум, блядь, только не опять мафия, она меня уже заебала. Ну, а это мы с легкостью организуем. Может быть, в банке еще? Только если кто-то из ребят согласится, посидите в сторонке. А то нас многовато. Я готова уступить место, если будет нужно. Ребята весело загудели, возвращая разобранные по сторонам на время танцев столики обратно в центр зала. Мы с Катрин встали в сторонке, наблюдая за происходящим. Значит, пока ждем. Я дам знак, когда будет подходящее время. А пока расслабься. Думаю, долго ждать не придется. Окей. Новогодняя ночь явно спешила. Не успел я оглянуться, как с полуночи минуло два часа. Как Катрина рассчитывала, наши милые гости понемногу стали отправляться по домам. Скоро отбыли форты и Ника. Девочка-ветер прилагала больше усилия, чтобы держаться на... Большие усилия, чтобы держаться на ногах. А ее милая подруга вызвалась проводить форта до дома. И почему только эта неутомимая днем батарейка так быстро разряжается с наступлением темноты? Ну, дети рано хотят спать. Всем по... Прервалась она на долгий протяжный зевок. Ка. Доброй ночи, повеселитесь тут еще. Бывайте, девчонки. Сканы Гайи напротив покидать нас не спешили. Димка сегодня напился от души. Никогда не видел его столь развеселым. Они долго сидели в уголке у фона и поигрывали музыку вместе с Полиной. Которая то сидела с нами, то отправлялась к ним стучать в кахон. В конце концов, алкоголь в крови Гая взял верх. И без того не шибко послушные его пальцы совершенно перестали чувствовать струны. И так Гай Скан последний был совершенно трезв, но на вид расслабленный и немного усталый. Развалились на пуфах в том же музыкальном уголке. Полина скоро оставила парней вдвоем, и так они и остались там сидеть. Болтая о чем-то своем, возможно, глубоко интимном. Даже на наши окрики они реагировать перестали. Рыжий. Ты зачем-то явно тут следишь, Максон. Пристальный и с большим интересом. Что планируете дальше? Нас стало порядком меньше. Парни вообще, кажется, сейчас захрапят. К ним я вряд ли смогу вклиниться. Продолжаем играть. Я просто... Рыжий крепко зевнул. Все-таки тот еще жаворонок. Подработка на побегушках у папани дает о себе знать. И все же я бы очень хотел попросить тебя остаться. А он-то тут при чем? Хотя хуй знает. Потому что ты нужен мне. Лично мне. Ага. Ну, если так, родной, то какие могут... Какие могут быть проблемы? Ты ведь у нас хорош в праве, да? Ну, я призер национальной школьной олимпиады. Только никому не говори. Не люблю хвастаться. Ну, для чего это тебе вдруг это? Вы тут чё? Правда что-то выяснять собрались, а? Не совсем в том виде, о котором ты подумал, но... Я думаю, что твой совет может пригодиться. О-о-о-о-о! Значит, что-то планируете? Ха-ха-ха! Это очень интересно. Можно сказать и так. Совет в духе? Если появится спорный с точки зрения закона вопрос. В общем, представь, что мы играем в высокоинтеллектуальную мафию. Да уж, нетривиальное развлечение У меня будет только одна просьба Сидробы, кружку или чего покрепче Да тебе и так уже норм Не сочти алкоголикам Просто, пока я ещё навеселим, дополнительная порция алкоголя поможет сохранить бодрость И немного отсрочит тот момент, когда я совершенно точно начну валиться с ног Порция рома устроит? Более чем Тогда никаких проблем Пойдём к столу, ребята должны уже понемногу собираться Кивнул я ему, глядя на Катю Сердце и Кира заканчивали последнюю игру Как ни странно, большинство из них, в отличие от Алекса и остальных уже покинувших нашу гулянку ребят Не выражали своим видом никакой усталости Отдав свои карты богову, Рихтер подняла взгляд и повернулась ко мне Широко распахнутые корее глаза смотрели на меня неотрывно и совершенно недвусмысленно Она хотела начать И когда я осторожно кивнул ей, Катя тотчас переключилась на Киру Они вновь обменялись короткими жестами Спустя секунду босс того самого возвышалась над столом, как чистый лом Что, блядь? Несколько секунд красноречивого молчания дали остальным понять, у боговой есть что им сказать Мои милые Исключительно медленно, почти сонно изрекла она по очереди, глядя на каждого На мгновение ее взгляд задержался на Алексе Затем на негромко болтающих в другой части зала Неверах Полагаю, будет лучше, если мы сейчас переместимся в подсобку И перестанем делать вид, что мы тут собрались только по совершенно безобидному поводу К... Кира? Прости, Полин, но у моего визита есть вполне серьезная цель Я очень рада вас видеть, но раз мы наконец остались почти одним Нам с вами нужно кое-что сделать Я не зря достала, Ром, приобщайтесь, если хотите немного унять нервы Меня пригласила Катрин и пригласила с довольно занятной и, как мне кажется, важной миссией Так что я с удовольствием передам слово ей Давайте сначала пройдем в подсобное Алекс пройдет с нами По акценту в моей речи Катрин должна была понять, что я зову его не просто так И Рихтеру достоила нас коротким кивком Ммм, та самая подсобка За кулисье этого самого выглядело, на удивление, уютно для помещения, что называли подсобкой Впрочем, спустя мгновение, как я оказался здесь, добрая половина уюта растаяла Отчасти от количества вошедших, отчасти от накалившейся атмосферы Взволнованные взгляды богов Аполлина и Ева оказались прикованы к Катрин Она постаралась занять нейтральную позу, выдержать каменное лицо Если бы я, стоя рядом, не видел, как дрожали пальцы руки, что она прятала за спину То сказал бы, что Рихтер выглядела совершенно невозмутимой Вам наверняка и сейчас неприятно это слышать Поэтому скажу сразу, любой из вас может отказаться от участия в этом Тогда мы тут же прекратим наше моторство и просто продолжим новогоднее празднество, как ни в чем не бывало Но позвольте мне сказать пару слов в свою пользу Катя тяжело вздохнула, собираясь с мыслями Недавно я узнала о том, что после Нового Года в город должны заявиться мои любимые родители И что с того? Я не знаю, когда именно, но знаю, что это может случиться буквально в любой день Я также знаю, когда они появятся, у меня совсем не будет времени ни на что Турнир пойдет прахом точно, не знаю, смогу ли ходить на учебу И не знаю, сколько это продлится Я смогу только мечтать о том, когда у меня появится возможность собраться с вами снова Боюсь, как бы мне не пришлось жить с призраком прошлого еще долго Так что, вот вам мое признание, мне не плевать на то, что случилось с сердцами Я хочу понять, что же именно произошло год назад Вы все разъебались кто куда? Нет? Вы сами знаете, что Макс копал вокруг да около всю осень Так что, закончи за меня, пожалуйста Катрин прокашлялась, я явственно расслышал на последних словах Громкие щелчки, словно во рту у нее страшно пересохло Язык леп к небу от волнения В подтверждение моей догадки, она совершенно невозмутимо взяла бутыль рома, что стояла напротив Киры Плеснула немного себе в стакан и сделала короткий глоток Затем, поморщившись, принялась рыться в своем планшете Недопонимание, либо злой умысел Вот что я понял после рассказа Ева Что-то я уже слышал от Полины, что-то рассказала Катрин Но именно последний рассказ о судьбе сердец, о деталях произошедшего South Hills Crew Все расставил по местам Я хочу, чтобы вы знали Всему виной всему случившемуся, названное мной ранее Недопонимание Либо злой умысел Я обещал Катрин, обещал Еве помочь до конца понять, что случилось с сердцами год назад И даю вам мое слово, это можно установить Если здесь и сейчас совершить одну важную вещь Досконально, до мельчайших деталей восстановить картину инцидента После которого все пошло прахом Я очень надеюсь, что если вы согласитесь в этом участвовать Вы честно и без утайки расскажете все, что знаете во имя истины Пожалуйста, если хоть кто-то из вас сейчас хочет высказаться против этого Крайне напряженного мероприятия Скажите об этом Вверх тут же взметнулась одна рука И это была Эциди Ева? Только не подумайте, что я против Я первая, кто хочет тут во всем разобраться Ева, ты правда хочешь еще раз все это? Вот только как вы хотите начать, если одного очень важного участника событий Прошлой весны здесь попросту нет Я хуй знает, как они хотят Что они там ответят, вообще невероятно неизвестно И узнаем мы об этом уже в следующий раз Ну а на этом будем заканчивать Всем спасибо за просмотр и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok